хей ого и с вами шимки сегодня мы поиграем в игру под названием the stanley парабол ну что поехали лейдинг игра полностью на русском поэтому все зашибись почти ничего делать не нужно будет это ж типа если наш бесс игра виде рассказа какого-то граф он его как выкрутил на максималку поэтому как то так долго грузит перил он грузинка долго 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 нужно будет потом еще какие-то игру логически пройти жанре я еще либо типа того я человеке по имени стэнли стэнли или сотрудник номер 427 работал в одной фирме занимающей огромное здание работа сотрудника 427 была проста он сидел за своим столом в комнате номер 427 и нажимал кнопки на клавиатуре через свой монитор он получал указания какие именно клавиши нажимать в каком порядке и как долго их удерживать нажатыми этим сотрудник 427 и занимался каждый день каждого месяца каждого года и хотя некоторые могут посчитать такую работу слишком нудной стэнли был словно создан для нее он чувствовал себя абсолютно как рыба в воде в общем стэнли был счастлив но он однажды произошло нечто примечательное нечто что изменила стэнли навсегда нечто что он никогда не забудет просидев в своем кабинете немногим более часа стэнли вдруг осознал что на мониторе не было ни строчки никаких дополнительных объявлений не было совещаний не собирали никто даже не зашел к нему поздороваться это было крайне странно такого никогда не случалось в этой компании что-то явно было не так стэнли был настолько этим шокирован что просидел на своем стуле в полном оцепенении еще несколько часов постепенно собравшись с мыслями стэнли все же решил встать и выйти из своего кабинета сначала я должен затем настройки немного клавиатурой мышь и поставить чувствительность мыши повыше это так хотя бы хотя давайте немного и немножечко то где-то более-менее настройки клавиатура а где назначение так вперед-вперед использовать присесть ну что погнали тогда в офисе никого не было что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он просто что-то пропустил посмотрим что о там компьютер включен все будто сквозь землю провалились вокруг не было ни души так прыгать и не могу как все вырубили пока вот там включена стэнли рассеянно бродил по офису хватаясь за каждую мелочь но эти хаотичные действия не приводили совершенно ни к какому результату вот все закрыто странно оказавшись перед двумя открытыми дверьми стэнли не раздумывая вошел в левую а если вправо хотят давайте вам пойдем туда куда он говорит в левую до переговорный тоже никого не было не верю своим глазам стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде что там он сможет прояснить ситуацию рейдеры ну могу я могу я а где проектор а вон проектор я не достаю дойдя до лестничной клетки стэнли поднялся наверх к кабинету директора ладенько пока будем идти так как он говорит то есть у нас еще был вариант это пойти или нет тут что у нас открывается ладно приемная зайдя в кабинет директора стэнли опять удивился не обнаружив там ни одной живой души кто мог это подстроить спрашивал себя стэнли в полной растерянности какие темные силы стоят за всем этим конечно он никак не мог знать о том что завесу тайны способны приподнять цифровая панель расположенная за креслом начальника и что это цифровая панель активируется с помощью пароля 2845 об этом стэнли даже и не догадывался как-то неудивительно но хаотично нажимая все кнопки подряд стэнли совершенно случайно ввел правильный код невероятное везение он шагнул в открывшийся проход стене сейчас а теперь не могу сыграть жаль а еще блин заметьте что картины пропадают ну да они прогружаются просто ладно что это вообще за секретный бункер а там низко и высоко падать ладно пойдем дальше в лифт ого стремно 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 а хотя я бегать не могу и прыгать не могу поэтому все нормально если что будет одна серия это одна история мы потом снова же пойдем в левую дверь но пойдем вниз на этот раз а не вверх спускаясь куда-то в глубь здания стэнли обратил внимание что он испытывает какое-то странное чувство его переполняли эмоции как будто мысли его стали смелее и свободнее он неожиданно подумал о смысле своей работы но почему только сейчас впервые за столько лет это не вопросу еще долго суждено быть безответным зачем так стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью цех управления сознанием ага то есть у меня развилочка если они будут очень короткие я буду все таки и а ярко вспыхнувший свет залил огромный зал с телевизионными экранами что за страшная тайна хранилась в этом месте думал стэнли хватит ли у него сил чтобы выяснить это пойдемте если выйдет короткие истории тогда мы еще раз сырая кнопочка с камерами но вот включились экраны и их предназначение стало понятным мониторы имели номера работников здания коллег и стэнли жизни стольких людей включая стэнли упал там какая-то ошибка и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале где не существовало и слова свобода окей запускаем лифтик управление сознанием это было слишком чудовищно чтобы можно было поверить в это значит стэнли все время был под чьим-то контролем может поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе потому что ему просто внушили это исказив его подлинные эмоции так побежали интересно до куда мне вообще нужно идти да чтобы его жизнь кем-то управлялась да никогда он не допускал и мысли об этом это было невозможно неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой вот там много кнопочек ну вот доказательства центр управления всюду кнопки счастье печаль спокойствие еда работа любое перемещение все контролировалось или управлялась отсюда по мере того как всплывала страшная правда о его жизни стэнли все больше крепла уверенность в том что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь ибо он сделает все чтобы такого больше не произошло а это мне сейчас говорит чтобы я нажал эту кнопочку да либо я могу просто пойти еще циферка 5 есть допустим а я не могу нажать и найдя наконец источник энергии питающий это адское устройство стэнли уже знал что его обязанность его долг положить конец этому злу раз и навсегда ну выключить нам а хотя это включить да значит выключить оп и и тьма легкий бриз неопределенности все кончено да он победил он уничтожил эту адскую машину освободив себя от чьей бы то ни было власти его свобода была так близка пока открывалась огромная дверь Стэнли думал о том сколько нерешенных загадок осталось позади куда делись его коллеги как вырвался он из оков системы какие еще тайны скрывало это здание и вот солнечный свет залил все вокруг и Стэнли отбросил от себя эти мысли ему не нужны были знания или власть он хотел только счастье он не искал понимания он искал избавления никто теперь не скажет куда ему идти что делать или что чувствовать какой бы ни была его жизнь она будет только его это было все что ему нужно это было все что он хотел знать и понимать Стэнли вышел из здания давайте выйдем легкое дуновение ветра принесло ощущение полной свободы перед Стэнли лежал новый неизведанный путь этот момент был именно таким каким он должен был быть и Стэнли был счастлив читать одна из концовок хотя по 15 минут думаю можно закончить то есть у нас еще несколько вариантов есть я бы мог не нажимать кнопку и все мне кажется это нельзя да ускорить процессы чтобы он разговаривал быстрее давай 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 о ну в принципе начальная серия можно назвать выбрались на свободу считайте давайте я думаю на этом закончим я посмотрю что по звуку и продолжим поэтому всем спасибо за просмотр софт и лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и до новых встреч друзья всем пока